Ребят, вот не делайте так никогда, блять. Вот BMW 520, ну максимум 525, а шильдик чувак взял и повесил М5. Ну это пиздец, позор вообще несусветный. Это как раньше любили вешать ведра черного цвета себе на крышу автомобиля, якобы это мигалки. Ну ужас, колхоз ужасный. Если это еще кто-то делает, срочно снимайте и не позорьтесь. Максим Николаевич, а вы что, уже отзанимались, да? Блять, а я только приехал. Саня, здорово. Здорово. Как дела? Супер. Макс, привет. Что, ты когда вернулся-то? Алло, на месяц как вернулся. Он у нас на Бали дауншифтингом занимался. Или бар, а бар еще говорят ты купил. Да, купил бар, сейчас продают. Ну, это не для рекламы. Все, да? Не пошло дело? Пошло, но я понял, что мне не хватает московских всей этой жизни, всех этих дел, камера. А сколько ты там был? Полгода ровно прожил. Не скучно было? Вообще не скучно, но без друзей очень и очень бывает. Там вот местные люди очень любят пить. Мне как-то сложновато было, кстати. Ну, ты и сам любитель пригубить. Я пригубил и понял, что там действительно люди прям спиваются. Ты свою знаменитую тачку-то продал? Нет, еще никогда. Да ладно, не продал? Да, давай. Во всем интернете пестрила машина, которую рекламировали все, но никто так и не купил. Сейчас вы поймете, почему. Потому что она специфическая. Вот эта машина, которая была во всем интернете. Все ее пытались помочь Сане продать. Это лонг, да, считается? Да, она длиннее лонг. Длиннее? А, лимузин уже считается? А, вот типа так вот круто делается. Нихуя себе, блядь. И вот так вот делается. Вау, нихуя себе. Это я даже не знал. А как такое происходит? За счет чего? Свет мне. Стоит специальная штука. Это как в Rolls Royce сейчас делают окна. Они становятся тонированными и прозрачными. Дядя, я в Rolls Royce не ездил еще. А это iPad что ли? Это iPad, да. Ну куда я посижу? Посиди, посиди, конечно. Слушай, ну удобно. Вообще по кайфу. Прикольно. А что из наворотов-то есть, Сань? Ну из наворотов здесь она управляет с айфона. Вся музыка. С айфона? С айфона. Тут у меня стоят супер крутые сабвуферы. Ать, ать, ать. Заебись вообще. Можно разговаривать с водителем, не открывая. Вот так вот включаешь, она как в самолете тут слышно. Слышно, да? С датчики. Ну это с одной целью сделано, да? Если тебе кто-то сосет, чтобы не видно было. Да, естественно, конечно. Ну давай за 300 тысяч прям сейчас заберем. Ты ее с парень пригнал за 400, да? Саня, за сколько ты ее продаешь реально? Ну, за полтора миллиона и отдам. Думаешь, возьму за полтора? Ну слушай, думаю, должны взять. Таких машин все, две в России. И, в смысле, нахуй не нужны? Нет, в смысле, никто себе такой не смог позволить изначально. А сколько она стоила в свое время? 500 тысяч долларов стоила. Это какой год? 86-й? 76-й, я же тебе говорил. Серьезно, 520 тысяч долларов стоила? Пиздец, блядь. Ты реально за сколько оттаж, Саня? Она бронированная, блядь, что ли? Прямо 450. Вот, верно. Пацан его уже скинул. 50 ему. Нет, короче, если кто-то из моих подписчиков купит. Полтинник тебе. Полтинник мне. Все, договорились. По-любому говорите, что вы от меня. И еще я вам 25 верну. Вчера ходил с Катей по магазинам, сегодня с Максимом. Ты меня же сегодня тоже будешь одевать? Нет, за тебя оплатить не буду. Знаешь, почему? Почему? Во-первых, ты хомяка не умеешь делать. Во-вторых, ты мой кальян курить не будешь. И в-третьих... Ты еще не знаешь, какого я хомяка. Я тебе, блядь, покажу хомяка курящего кальяна. Какого знаешь? Я это вырежу, брат. Это пиздец. Не поймут, блядь. Нас регионы смотрят. Что? И так все думают, что мы педики, блядь. Сейчас после такого заявления вообще... Ты не знаешь, что ты педики? Он вам еще не рассказал? Идиот, блядь. Я думал, что до конца через день. Ребят с ребятами. Показывают трюк ребятам. Ну-ка, какой? Это трюк города брал. Смотри. Кирка помята. Еще раз. Пиздец трюк, конечно. Вырежь первую неудавшуюся. Ага. И вторую. Попопопопопопопоп. Бил, бил, раз. Блядь, ему 35 лет, если что. В чем твой залог успеха, Максим Николаевич? Физических, внешних данных и... Я не физически умею, просто я милый. Вот там улыбаются. Здрасте. Телефончик дадите ему? Правильно, мне надо. Меня спрашивают про залог успеха. Видел какой? А тебе даже телефон не хотят брать. Никакого успеха, нахуй. Ну да, пиздец, провал. Это я вырежу тоже, брат. Злодей, привет, с ангельским личиком. Что ты сказал? Ты не каблук, да? Что ты сказал? Ты не каблук, да? Вообще, это я злодей. Вот злодей, посмотри, с ангельским лифтом, вот злодей. Как я и сказал. Вот злодей. Подумал о тебе и решил тебе сделать сюрприз. Мне сделать сюрприз? Какой? Ну-ка показывай. Ну показывай, давай. Конечно. Показывай, показывай. Что там у тебя? У тебя что, сегодня день рождения? Нет. Ну. И что? Мы тоже не поняли вообще этого. Мы тоже не поняли вообще этого сюрприз. А что это? Я очень постаралась. А ты не понял, что это? Понял, конечно. Ты не понял? Я не понял, я не понял, сколько это. Это 50 тысяч подписчиков на моем канале. Да, я поцелую. Спасибо большое. Так, это значит... Это тортик, шампанское. И цифра 5,0, да? 5,1 есть. 5,1? 5,0. И 4,8. Придется подождать, да? И 4,8 есть. Да, пусть ребята поднажмут там. Да. Ладно. Ну выберешь, какая ты больше. Нет, 4,8 уже сегодня. К тому моменту, как я выложу, уже будет 5,0, скорее всего. Так что, правда, 5,1 пишу. Смотреть будущее, будьте опять один обязательно. Да. Можно поставить 5,8. Слушай, ну порадовало, круто. Ну поздай мне существо. Вот мелочь, но так приятно, пиздец. О, привет, друг. Здорово! Здорово! Как дела? Нормально, ты как? Нормально. Что, у вас биток? У нас биток. Тебя такой не хватало. Всем привет. С вами директор кафе Ля Баржа Олег. О, иди сюда! Это Тема подъехал. Какой Тема? Тема, Тема. Артем Николаевич. А, Тема? Да. А он сейчас в Тема все заедет? Да. Он наконец-то выкатил свой мотик, блядь. Знаешь, где он у него всю зиму хранился? Да, в квартире. Я не сам не что-то понимаю. На кухне, блядь. Серьезно? Да. Здорово, Тема! Давай прокатиться. А ты умеешь? Конечно. Это не то же самое. Привет, Олег. Здорово, Ёлк. А, Олег. Здорово, Бэтмен. Здрасте. Здравствуйте. А можете прокатиться на своем мотипеде? Блядь. Че с ним, блядь? Ну, давай, рассказывай. Это твой байк или нет? Да, взялся. Понятно, пиздун. Вот это твой байк, скорее. Расскажи, прорекламируй свой мотик офигенный, который всю зиму стоял на кухне у тебя. Это моя девочка. Как ее зовут? Мотоцикл он мой. Это пчелка. Пчелочка? А вот селочка. Слышь, Амира, ну там девчонки стоят. Что рассказать? Расскажу вам быстренько. У меня переднее карбоновое крыло. Так. Заднее карбоновое крыло. Так. Карбоновый выхлоп Яшимура. Карбоновый выхлоп Яшимура? Да. Карбоновый хвост. Так. Далее. Тюнингованные лапки. А под хвост кто давал уже ручечки? Демпфер. Ну, так, помелочек. Нормально. Сколько такой стоит? Новый? Да. Новый стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, 560 тысяч. Круто. Ты мне обещал, что следующим летом поможешь научиться на мотике кататься, а я себе куплю Харлей. Да, но только не на этом. А на каком? На том мини, блядь? У него есть мотик вот такой. Мини-мот называется, на которых все тренируются. Да, именно. Ты прав. И что, на нем надо начинать учиться? Ну, не обязательно. Ну, слушай, Артем, очень хороший у тебя мотоцикл. Спасибо, Олег. Ты можешь идти, друг. Пока. Я хотел просто сказать. Какой? У тебя нету. Пойдем. Итак, что могу сказать вам сейчас потихонечку? Дай мне шлем. Шлем. Потом отряд срежешь, что я могу рассказать? Все срежу. Что могу рассказать? Во-первых, я брал мотоцикл под шлем, да? То есть, многие берут сначала мотоцикл, потом берут шлем. Да. Я что-то сделал? Сначала шлем, потом взял у нас мотоцикл. Что могу сказать? У меня, конечно, ничего карбонового на нем нет. Весит он примерно 90 килограмм. Передние тормоза, ну, задние сиденье специально мягкое. Такое взял специальное. Кожа лосяй здесь у них. Педали у меня здесь, в общем, нормально. То есть, я его не привязываю. А, привязываю. Купил канад себе здесь. Девчонки, а это ваша машина? А это ваша машина, девчонки? А? Да, а можно посидеть в ней? У меня такая тачка, а? А можно дверь открыть? Можете дверь открыть? А, я забыла, просто так открывается. Не, серьезно, Маша, точно? Ты номера посмотри какие. Нет, машина на самом деле очень крутая. Какая-то коллекционная. Но номера вообще, вы посмотрите на номера какие у нее. Это реальные номера, интересно, или нет? Да, реальные номера. Ну-ка, реально? Да, не все такое, Саня. Это вот не вихача, не слышите? А я-то что, я в его фильме снимаю. Это певец, певец. Да я в его фильме снимаю постоянно. Можно скажу, где они тебя видели? Да нет, блядь, ты заебал. Точно? Я же не матерюсь. Вы где матерюсь, вырежете. А посмотрите дневник Хача в YouTube. Да, вы себя увидите там. Да. А, ты нас на Майк? Конечно. Как вас зовут? Зумрад. Как? Зума. Зума, тебя? Он, короче, ведет... Хайка? Влог на YouTube. Это называется Дневник Хача. Да. Хайк, это мы Хачи. Нет, это я Хача. Я тоже Хач. Да. Где ты Хач? А вы где? А я где Хач? Ну он-то сказал, а ты не his. Ты Хач. Ты Хач, ну я чуть-чуть. Нет, на самом деле... А я Лихач? Я русский офицер, а он хач. Да, я хач. Пускай еще раз. Ач. Но машина вообще просто бомба, блядь. Представляешь, что она еще ездит? Да, она ездит. Я думаю, она коллекционно и в кино еще снимается. Еще и летает. Думаешь, ее стал качать сюда привезти? Мне кажется, что она качает. Она открывает. Она реально не ваша. Брат, погнали мне. Она едет. Слушайте, скажите честно, вы ее угнать хотели? Чего вы тут стоите? Я не трогаю. Можно я сфоткаюсь? Давай, внутри. Садись. Садись. Да садись, нормально все. Всем привет. Это программа «Тачку на прокачку». Да, и сегодня мы прокачиваем. Сегодня мы прокачиваем мою машину. Да. Я называю ее. Ласково. Хач. Хач. Хач, мобильник. Просто тут пачка открытая стоит. А посмотри, может ключи еще в этом, как его. Сейчас, смотри, с той стороны. Ты никогда уже не туда ездит? Вот, посмотри, ключи стопудово вот здесь. А здесь. А он, походу, отсюда садится. Ну что, Артем Николаевич, покажешь, какой конфу ты умеешь исполнять на своем коне? Да я езжу спокойно. Никого не трогаю. Нет, сейчас ты должен проехать неспокойно, потому что зрители хотят зрелища. Знаешь, эти зрелища хуёло заканчиваются обычно. Да мне плевать, блядь. Зрители хотят зрелища, 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 блядь. Как дела, друг? Чего ты сказал? сегодня у нас день рождения канала юбилей 51 это юбилей вот мария лобанова подарила нам тортик почему-то мария лобанова не екатерина игоревна стыдно точно и очень благодарна да отмечаем мы сегодня 51 тысячу подписчиков хотя у нас пока еще нет 50 тысяч 400 с чем-то еще не хватает но ничего страшного к тому моменту когда я выложу я думаю будет больше 51 тысяч вот у нас есть шампанское у нас все как полагается чё песню поем или как или откроем шампанское сначала рождение канал с днем рождения с днем рождения с днем рождения дневник хотя давай задуем свечи давай поднимем подожди вот так офигенно 51 тысяча подписчиков это конечно не топовый блогер еще но неплохой оборот за полтора месяца говорят что это ты в основном поднимаешь рейтинге но я-то знаю что это дима донтист вот спасибо вам в первую очередь реально круто что поддерживаете это все-таки добавляет мотивации когда вы говорите что вам нравится то что происходит это признание как ни крути человека это тщеславная скотина жалкая ничтожная хочет похвалы одобрения и старается еще лучше так что что будет дальше могу сказать для поднятия рейтинга больше голой кати придется за это конечно и но ради подписчиков чего не сделаешь